Всем привет! Сегодня у нас письмо от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, где-то буду останавливаться, давать свои комментарии. Вы тоже можете под видео писать ваше мнение. И напомню всегда, уважайте окружающих и пишите то, чтобы вам было приятно услышать и не оскорблять друг друга. Здравствуйте! Случайно увидела ваш канал на YouTube, посмотрела несколько роликов и захотелось вам написать. Во-первых, поблагодарить за такой необычный и важный для многих контент, а во-вторых, услышать мнение по моей истории. Я бывала раньше в Турции. Турецкие мужчины, как и русские, всегда обращали на меня внимание, ухаживали. Но я много была наслышана о непостоянстве турок, о их ненадежности, о многих курортных романах и так далее. И о этих Наташах. Шуры-муры, русские женщины с турками, меня всегда забавляли, вызывали непонимание. В моем представлении турки были просто озабоченными мужиками, которые все равно с кем спать, что делать. Я тогда отмечала незаурядную привлекательность внешность многих из них. А Турция для меня была лишь местом недорогого отдыха, если с возможностью знакомства, то только не с турком. Я успешно удерживала общение с турками на уровне знакомых или приятельских, когда мне просили, мне приносили фрукты и как-то еще проявляли внимание. Два года назад, вскоре после болезненного расставания, после продолжительных отношений с русским парнем, я полетела в отпуск в Турцию сменить обстановку. Я допускала возможность знакомства на отдыхе с русским или иностранцем, но точно не с турком. Внимания, как обычно, было много от всяких разных мужчин, но вечером я предположила, пойду-ка все-таки погуляю я одна. В один вечер я сидела на скамейке у пляжа и ко мне подошел приятный мужчина и стесняясь заговорил. У нас завязалась приятная интересная беседа, в которой выяснилось, что все же он турок, хотя, как мне вначале показалось, на турку он был совсем не похож. Меня удивило, что сколько я делала попыток отвлечься от мысли о своем бывшем парне, на какие-то с кем бы свидания я не ходила, было просто тяжело и тяжело. А с этим мужчиной-турком мы два часа проболтали взахлеб, я ни разу за эти два часа не вспомнила о бывшем. И лишь в конце беседы мы поняли, что и так и не познакомились. Он как-то очень стесняясь предложил проводить меня до отеля, очень смущался, попросил в ватсап. Мне даже показалось, что он этого даже и не сделает, не напишет мне. Большая разница со многими назойливыми турками, которые пытались познакомиться ранее. Может были и не назойливы, но я отвергала их всех подряд, поэтому мне неизвестно. Придя в отель, я поняла, что пропало. Особенно это удивительно для меня. Кому надо очень так немало времени, чтобы хоть немножко привязаться к человеку. А тут мы два часа проговорили, было так интересно. Перед сном он написал мне, что очень хотел бы со мной встречаться завтра. Я согласилась. Все утро я думала, во что же это может вылиться и что получится. Я пришла к тому, что ничего страшного не случится, если я с ним пересплю. Он мне понравился, у меня никогда не было турецкого мужчины, я свободна в отношениях, и я решила, что я тоже поступлю, как и многие наши туристки. И сразу дала себе зароб, что нужно это сделать быстро, время не тянуть, чтобы все началось тут и тут же закончилось. Развеется, как говорится, а в России уже начать новую жизнь, новые отношения. Весь следующий день ничего мне не писал к вопросу навязчивости турков. Я даже начала бояться, что он мне не напишет вообще. Ну, я бы сама, конечно же, не стала. Мы встретились, пошли гулять, решили сделать совместные селфи. Для фото я чуть приобняла его. Он аж дернулся, не ожидал, чем меня, конечно же, очень даже насмешил. Мне было даже интересно, как такой скромный и будет меня соблазнять. Но так как я показала ему свое расположение, он меня понял. Все случилось в первую же ночь. Такой скромный, случилось в первую ночь. Странно, да? Он меня спросил, всегда ли я так поступаю на отдыхе? Я сказала, что да, у меня уже целая коллекция, но турка в ней пока что нет. Поэтому это было необходимо сделать. Конечно, я принесла свои извинения, что просто мне было очень интересно, какие турецкие мужчины. И подупредила его, что все только на отдыхе. Потом общаться мы дальше с ним не будем. Ну и, конечно, сказала, что это шутка про коллекцию мужчин. Просто времени и так нет. Поэтому полгода ухаживаний в данном случае не для нас. И правда, сама я в это все верила. Работал он не в туризме, а в школе психологом. Он шел в туристическом городе, где всегда много отдыхающих. И мы здорово провели все эти 10 дней. В отеле я появлялась только днем. Ближе к моему отъезду он спросил, неужели мы больше не увидимся с тобой? Может быть зимой, может быть следующим летом? На что я ответила, что никогда не была бы без мужчины больше трех месяцев. Я просто не смогу одна. И я не имела в виду секс-то. У него вырвалось, что я могла бы переехать в Турцию. На что я сказала, что это невозможно из-за моей работы. У меня мама и дочка подросток в России. Он очень любил маленьких детей. Когда мы встретились в очередной раз, мы увидели малыша. Он сказал, что очень хотел бы малыша от меня. А я ему сказала, что окей, ты мне заделай, а через 9 месяцев я пришлю тебя обратно. Он ответил, что хотел бы жить вместе, что эти 10 дней я ему стала близка, как несколько месяцев бы прошло. Я чувствовала тоже, он стал как родным. Вот такие романтические глупости. В день отлета я ему сказала, что возможно смогу прилететь по работе, но это не точно. Прилетев в Россию, конечно, ничего не закончилось. Понеслась переписка. Я тебя скучаю, чувствую пустоту. Я чувствовала то же самое. Я слушала, но не доверяла. Помню все эти истории про короткие романтические истории с турками, когда туристка смеялась над другой. А я очень ревнила и подозрительна. И сразу понимала, что мне под силу будут отношения на расстоянии, на доверие, да и какие-то отношения без будущего. Но с собой я ничего не могла поделать. Я скучала, списывалась с ним каждый день с работой. Чтобы прилететь в Турцию, ничего мне не получалось. Он написал, что может быть позже, через три недели без успешных попыток, я сорвалась. Я не могла сама справиться с машиной. Мне не хватало тех денег, которые я зарабатывала сама. Понимала, что через десять дней знакомства даже невозможно ожидать какой-то помощи от мужчины. И я ему написала, что больше так не могу, что отношения на расстоянии невозможны. Произошла стычка с обвинениями, отчего, что я смогла продержаться лишь три недели без мужчины. Он перестал писать, как и я просила его. И наступила апатия и пустота. Некоторые мужчины хотели бы попробовать строить со мной отношения, встречаться со мной, но видеть никого мне не хотелось. Никаких отношений мне не нужно было, как тогда и до него. Вспоминалась его забота, слова о переезде в Турцию, о ребенке, и неделю спустя я стала пытаться возобновить общение. Получилось, но таких открытых, искренних отношений между нами после этого уже никогда не было. Мы переписывались, общались по видео, но с перерывами. Однажды на две недели, а однажды даже на три. Только через шесть месяцев я смогла прилететь к нему из-за моей работы. Он предложил оплатить мне только часть билетов, к слову, что для меня было неожиданно. Я-то ожидала полностью, но не стала заострять на этом внимание, хотя было и обидно. Я прожила у него полтора месяца, все оплачивал он, я не потратила ни рубля, кроме билетов. Он заботился обо мне. Но я не увидела уже того отчаянного стремления, чтобы я была с ним как в начале. Хоть он был спокойный, рассудительный, никакой сексуальной озабоченности, про которую часто твердят у турок, у него и друзей, к своему удивлению, я тоже не заметила. Зато у них было убеждение, что с русскими девушками связываться нельзя, доверять им нельзя, что они могут спать со всеми подряд, кто им предложит. Были ссоры, непонимание во многом, но была и привязанность. Трецкие мужчины очень сильно отличаются от русских, их не сразу можно понять. Кстати, он между делом говорил мне, что боится жениться, потому что многие его друзья женились несчастливо. Он хочет быть уверен в своем выборе. Он это говорил и в наш первый час знакомства, кстати, да и вообще он сейчас счастлив один. Ему 36 на минутку. Он не был женат, у него нет детей, хоть он их и обожает. Ну и о чем может быть тогда речь? О совместном отдыхе тогда? Ну как-то не для этого мучилась эти я полгода. Потом мне нужно было улетать в Россию. Когда я улетела, мы снова стали тепло общаться. Он звал меня вернуться, но мне нужно было доделать свои дела. Это заняло три месяца. Я решила написать ему, что хотела бы родить от него ребенка. Он долго не отвечал. Потом ответил, что хотел бы тоже. Мне 40. Но врачи говорили, что у меня прекрасное здоровье, это не проблема. И сразу несколько моих подруг ровесницы родили в этом году здоровых детей. Когда я уже должна была прилететь, его отца с тяжелым ковидом увезли в больницу. А он сам уехал надолго к сестре и матери в другой город. Потом дом, где он жил в квартире, снесли, и ему нужно было подобрать приемлемое по стоимости жилье. А так как из мобилизации многих русских приехало в Турцию, цены на жилье очень взлетели. Он не мог подобрать себе жилье за свои деньги. Месяца через три он нашел жилье, переехал, обставил новую мебель, позвонил мне показать. Но я уже взяла новый проект по работе и не могла к нему прилететь. Потом у меня нашли рак первой стадии операции. Вроде все нормально, но после этого он вообще ничего не хотел слышать о детях. Ты вообще говоришь, что он не готова к браку. Как только это выяснилось, я ему сказала, что у меня другие планы. Я хочу семью и детей. Он ответил, что уважает мое решение. И мы прекратили общение, и я стала пробовать общаться и встречаться с другими мужчинами. И они были хорошие, но только сердце мое молчало. Я могла дать им только дружеское общение. Никаких поцелуев или секса, и после него ни с кем у меня не было. Потом снова кто-то кому-то написал, и снова переписка, и снова созвоны по видео. Мы оба очень устали, но развязаться не выходит. В моей жизни много событий, людей, но я вижу только, когда общаюсь с ним даже в переписке ни о чем. Все остальное пустота. Мы отдаляемся, но потом снова сближаемся. Эта пытка невыносима. Я уже начала получать удаленную профессию, чтобы можно было работать с другой стороны. Но только какой в этом смысл, если он не планирует ничего серьезного? С его же слов он относится ко мне серьезно. Он говорит, что иначе зачем бы ему было поддерживать общение эти два года? Ведь он мог бы уже найти женщину рядом с собой. Там много постоянно проживающих русских, украина, казашек, которые хотели бы жить с турком. Но он не знает, как у нас будет дальше. Боится что-либо обещать. Его родители, кстати, очень религиозные. Они даже не в курсе, что он пробовал алкоголь, не говоря уже о том, что жил с русской женщиной без брака. Правда, меня спасает то, что мой первый муж мусульманин, дочка рождена в официальном браке. Но я знаю, что до встречи со мной он жил год с русскоговорящей девушкой. У них были серьезные отношения, и она хотела за него замуж. Не знаю, хотел ли он. Закончилось все ссорой, пощечиной ему. И это было не один раз, после чего они расстались. На ней он тоже не женился, хотя она с ним жила. Он, тем не менее, продолжаем мы с ним общаться, и он зовет меня к себе. Прошло больше года, как я улетела от него. Я так и не могу прилететь из-за работы. Я замучилась и запуталась. С одной стороны, я не вижу смысла все бросать и лететь к нему, если он не готов ни к каким шагам. С другой стороны, наверное, такие вещи не решаются на расстоянии. И спустя такое короткое время реального совместного проживания, возможно, со стороны проще оценить и дать какой-то совет. Забыл написать, что он собирался прилететь в мой город, сделал документы для пересечения границы, ждал более выгодных цен на билеты. Но потом почему-то передумал. Он ожидал, что я приглашу его к себе домой, но я живу не одна, и мне это неудобно, о чем я ему и сказала. А один его друг прилетал недавно в Россию в гости к женщине, с которой познакомился по интернету, и она сразу пригласила его в гости. Еще и билет в Россию ему оплатила. Не могу поверить, неужели мой мужчина тоже хочет, того же ждет от меня. Об этой ситуации с его другом я высказалась жестко и однозначно, что друг его Альфонс, а женщина дура. А и не знает уже, как поймать для себя мужика. На что он обиделся? О том, что я про них такое сказала. А с той женщиной у друга ничего не вышло. Она оказалась замужем и просто оплатила к себе вылет его друга для секса. Комментарии, да? Вы запутались, не знаете, что делать. Когда не знаете, что делать, ничего не делайте. Судьба сама предложит и разведет. Я могу его немножко характеристику дать, как его здесь живущих, как я его здесь вижу, что вы описали. И я понимаю, причем у вас внутри два деления. Эмоционально и рационально у вас сейчас делятся внутри. Эмоции, влюбленность, чувства. На самом деле он не он вам нужен. Он дал вам просто прекрасное чувство исцеления когда-то. Вы вообще застревающий человек. Вы очень тяжело отпускаете прошлое. Поэтому у вас было расставание, вам никто был не нужен. Вы на него переключились. Он какие-то эмоции дал. Доверие, на самом деле, у нас очень вызвал. Вы вообще мужчин, кстати, побаиваетесь. Заметьте, сколько предупреждений. Вы очень долго описывали туров, отношения к иностранкам и так далее, к туристкам, которые так поступают. Приезжайте в отпуск. За парочку часов ваше мнение меняется. Вы решили, ну, условно, там, да, назвать стать такой же. Типа, что здесь такого? То есть у вас есть некое опасение к мужчинам. На самом деле вы их побаиваетесь отчасти. И вам нужно было эту историю, это пережить, это чувство, эту историю, чтобы чуть-чуть для себя что-то внутри понятия открыть. Вы человек, застревающий в прошлом, плохо идущий на что-то новое. То есть вы держитесь за старое. И этот молодой человек тогда просто стал, скажем, той эмоцией, он дал чувство, что вы могли переключиться. Вы так и написали. Мы за два часа общения и ни разу не вспомнила своего бывшего, о котором я там переживала и до этого не могла отпустить. Вот он, что он вам дал изначально. Затем в ходе общения с ним рационально вы видите, что он ничего вам дать не может. Он не отвечает вашим ни социальным запросам, ни моральным в том числе. И, по сути, он не оправдывает ваших взглядов, надежд и вашего уровня. Вот смотрите, выдержка это только с ваших слов. Я же его не знаю, ничего не додумываю, что вы написали. Молодой человек вечером на пляже подходил, знакомился с иностранкой. Он работает психологом в школе. Сразу скажу, там не супервысокая зарплата будет. Психологи в школах получают меньше, чем учителям, потому что учителей там стаж, часы идут. Психолог по зарплатам это низкий, скажем так, ранг, не педагогический абсолютно. По-другому у них зарплата считается. Это небольшие деньги. Ну, не супер, короче. Я к тому, что не как мужчина, в принципе, может зарабатывать. Он шел целенаправленно, ознакомился с иностранкой. Типа он такой весь робкий, стеснительный. Знаете, чем он покорил? Вот этим, этой своей безопасностью. Вот этой робкостью, что он вас не набросился. Вы сравниваете с турками, представления которых у вас было, с которыми вы раньше общались, что о них говорят. А он раз эти представления перевернул. На самом деле он дал вам безопасность и защищенность. Поэтому вы к себе его подпустили. По факту, что мы имеем? Чувак работает психологом из религиозной семьи, живет в курортном месте, жил год с иностранкой. До этого на ней не женился. Ему 36 лет. По факту, мы видим, что он с девушкой с иностранкой жил, обещал жениться. Ну, или не обещал, она ждала этого, не воззнаем там нюансов в том, что кому-кто обещал. По факту, свадьбу она не получила, по морде его нашлепала и от него ушла, дала ему пощечины. И он вам говорит открытым текстом, жениться не хочу. Он вам про детей вот эту историю толдычил поначалу, про бэйбика вот этого, что вы видели, малыша. Так что правильно, чтобы вас к себе расположить, чтобы вы влюбились, чтобы вы доверяли, чтобы вы там, не знаю, шли на что-то. Видите, он ждал, что ты приедешь. Денег у него нет. Он купил какую-то часть билетов, оплатил. Вот он мог по деньгам реально покупать какие-то продукты полтора этих месяца, что-то с вами как-то тут развлекаться в Турции, в стране. Он ему не может больше. И он прекрасно чувствует и понимает, что у иностранки это дорогие, на самом деле, нормально, адекватная иностранка, на которую надо тратить деньги, это даже дороже, чем турецкая невестка. А турецка еще мозг будет выносить, что-то с него спрашивает. То есть он прекрасно понимает, что брак по его финансовым возможностям он не тянет ни с местной, не с иностранкой достойной, которая не будет говорить, я все сама билет, не про билеты история, а вообще квартиру свою условно продам, перееду вас в Турцию, куплю, будем вместе. Вот это у нас такие, если любят женщины, очень сами все вообще, все сами. С такой тоже еще не очень интересно, потому что она сама все стелется, как бы тоже азарта никакого нет, ты себя мужиком не чувствуешь. То есть он не прям альфонс, да, но он тут такой, которого бы подхватили на ручки, что-то помогли за него, что-то решали и так далее. Три месяца чувак не мог найти квартиру. Вот вообще, мне даже знаете, что в голове засело? Пока он там был в больнице с папой, снесли его дом. То есть это дом не просто был аварийный настолько, что его снесли. То есть это изначально было очень дешевое жилье какое-то, супер максимально доступное, супер мега экономное. И потом на свою зарплату, не потому что цены взлетели, да, они взлетели. Ну и без этого взлета ему тогда, в принципе, было трудно найти какое-то себе жилье по своей зарплате. Я же говорю, с чего я начала? Зарплата-то психолога в школе, она невысокая. Соответственно, он вам ничего дать не может и ничем завлечь вас не может. Поэтому он холоден, шатковалка, он с вами приятно общается. Если вот вы запутались, что типа, короче, с ним делать? Я вам отвечаю. Если вы подумаете, что вы хотите о своих желаниях, я хочу замуж, хочу еще одного ребенка родить, хочу эмоции, хочу любви, хочу нормальных, здоровых отношений с партнером, с семьей, с детьми, хочу еще одного родить. Карты вам в руки. Этот парень не подходит. У него нет возможности финансовой, экономической, ничего. Если вы будете работать удаленно, переедете туда, я сто процентов говорю, вы будете обеспечивать себя еще и деньгами ему помогать. Сто процентов. Знаете, почему есть какая опасность? Что он может рядом с вами расслабиться и вообще ничего не делать. Ходить просто на свою работу, выше головы своей не прыгать. У турок есть такое. Я думаю, что не только у турок. У других наций. У нас в России точно так же, я думаю, есть. Когда женщина делает больше и вкладывает больше, и такой мотор все тянет и везет, все делает и обеспечивает, мужик тогда вообще в край расслабляется. Вот здесь, в Турции, я таких примеров знаю кучу. А я не буду, да, это из моего, скажем так, личного опыта моих знакомых. Не могу имела называть, как-то детально что-то рассказывать. Это было просто, ну, некрасиво, да, выставлять это на общее обозрение. Я так скажу. У меня есть конкретный живой пример женщины, с которой я общаюсь уже 10 лет. С очень прекрасное общение. Почему она развелась с мужем-турком? А потому что ее воспитали вот этой баба-мужик, которая все везет и тянет. Она переехала. Кстати, до сих пор толком язык она как бы выучила, ну, на бытовом уровне, не супер там идеально. Но несмотря на это, она приехала с ребенком от первого брака. И она тоже клюнула, что у нее такой классный мужик как бы. А он оказался жлобина, не желающий прыгнуть выше своей головы, ущемляющий. Не обижает ее ребенка, ну и сам особо, знаете, бессинициативный, дитя нет и так далее. Она поняла, что если надо деньги на что-то, на себя, на ребенка, на его образование, надо работать. Она начала работать. Она открыла свой бизнес, чтобы не называть ребен. Я не буду говорить какой. И в итоге, когда она получила свою копеечку, через год-два, она с ним прожила года четыре, наверное, она развелась через два года вот этой своей постоянной работы, потому что она стала зарабатывать больше, чем он. При этом он неплохо зарабатывал. Но она не сидящая на месте. А он тогда, видя, что у нее деньги есть, вообще максимально расслабился и вообще не напрягался. Вот ему вообще круто, классно было. Она вообще в другой город потом переехала, еще там начала развивать, скажем так, свою работу. А какое-то время мы с ней из-за этого не общались, но она стала появляться опять в Стамбуле. И мы как-то встретились, ну, в соцсетях все равно общались. И говорю, слушай, где твой муж-то? Она говорит, да я развелась. Говорит, она всю эту историю рассказала, да нафига мне это надо? И сейчас она в новых отношениях, она не замужем, у нее уже взрослый сын, уже 10 лет тут живет. Она себя прекрасно обеспечивает, своего ребенка. Она его вырастила. Ни один мужик ей здесь не понадобился для этого. Но сейчас она в прекрасных отношениях с мужчиной, ей достойным, равным, который ее любит и ценит. То есть здесь в стране тоже человек, мужчина мужчине рознь, нельзя всех под одну гребенку чесать. Это тот пример, когда ее мужик вообще максимально расслабил. Зачем что делать? Она вон сама бегает, крутится, можно вообще тогда не напрягаться. У него всегда куча проблем было, у него всегда для вида, он типа что-то делает, у него не получается, у него была постоянная работа, но это, ну, средняя зарплата, ну, недостаточная для воспитания ребенка, ее, там, жизни какой-то приличной, нормальной. Она этого хотела и в итоге добилась этого сама. Вот я слышу эту историю про парня в 36 лет, неженатого из религиозной семьи, который там даже не мог найти, где ему жить, что делать, и вообще у него денег, ничего нет. Очень похожая история. И он бы был точно не против какой-то девушки, на которой не придется жениться, которая будет с ним сожительствовать, он будет это скрывать от родителей, которой будет комфортно жить, у него будет, простите, как я и скажу, на корм или на дома сыто, если у него денег нет, она купит продукт, а он заплатит за коммуналку, например, за воду и так далее, там, за аренду жилья. А у него будет всегда в доступе женщина, секс, воодушевление им, как он классный, замечательный, вот эта эмоциональная подпитка. Зачем ему, простите, жениться, брать на себя юридическую, материальную ответственность за нее, возможно, за ее ребенка от первого брака, и за ребенка, который она ему может родить, нафига ему надо? Вот он любит детей, он хочет в школу с ними общаться и любить их. Дома они ему не нужны. Такая странная любовь, знаете. Вот. Зачем ему брать за это ответственность, когда можно так классно устроиться? С ним девочка русская год пожила, и тему раскусила, но за год до нее дошло, что с ним ни каши не сварить, он никуда не двигается, он на месте как замер, не развивается ничего. Не потому, что она такая там одержимая, ей брак нужно, что это ненормально, только брак, я подумаю, да нет, совсем нет. Проблема в том, что чувак вообще не тянет никак. Она это раскусила историю, по мордасам его надавала и ушла. Это повод прислушаться к этому, почему так произошло. Что вам с этим делать? Вы поймете, примите решение, когда вы определитесь со своим желанием. Поймите, что вы хотите, как вы видите себя, например, через пять лет подумайте. Что вы, где вы были, кто рядом с вами, отношения, неотношения, что вы хотите, как там карьера, вы выявите, ваш ребенок, вот все в этом роде. Когда вы поймете, чего вы хотите, вы просто посмотрите, этот парень ему может это дать или нет. Вот ваша эмоция, за которую вы держитесь эмоционально за ним, он такой особенный, я с ним забыла того предыдущего. Блин, честно скажу, на его месте будет любой другой следующий особенный, он тоже будет, когда вы отпустите. У вас просто есть проблема отпускать прошлое. Не в человеке причина, не он такой замечательный. Это у вас проблема отпускать прошлое. И найдется еще просто более эмоционально заряженный человек, который вот это прошлое ваше перебьет. И вы о нем тоже потом забудете. Здесь не в нем дело, это не он такой чудный, замечательный, волшебный, дает вам это чувство. Наверное, его надо держать рядом с собой, он что-то не дает эмоцию, нет. Вы на других будете смотреть. То есть условно, вообще, если мы берем психологию, понять свои желания, как вы видите, сопоставить парня, подходит он вашим желаниям, рядышком с вами находится, может быть, поможет вам их реализовывать. Если нет, и тянет вниз, и не способствует реализации ваших желаний, то это не ваш спутник 100%. И вам бы обратиться к психологу, разобраться с вот этой задержкой прошлого. Почему-то вы плохо отпускаете прошлых людей вот в этой эмоциональной привязке. Дело не в этом парне, абсолютно. А вообще в мужчинах, и до этого был пример. Вас с ним вот сейчас держит вот эта эмоциональная привязка из прошлого. Если вы с этим разберетесь, вы его легко отпустите. Я вам больше скажу по социальному уровню и затратам, трудоэмоциональным затратам. Просто это немножко не ваш кандидат, честно скажу. Здесь вопрос психологически, эмоционально у вас. Комок, вот за который вы держитесь. Разберетесь с ним? Парень тоже назовем так, не нужен, станет со временем. У него функция вот в этом заключается в вашей жизни. Он не дает вам надежды и функцию про будущее, про семью. Видите, все стухло история. Он показал себя таким, какой он есть. Вот его запало, как и в предыдущих отношениях, хватает на год. Девушка через год все поняла, ушла. У вас год прошел, все уже про детей никаких не фантазирует, ничего не обещает, не говорит. Все, мы друг друга поняли, кто есть кто. Осталось только принять по сути решение. Так что делайте выводы. Спасибо вам большое за внимание. Пишите комментарии под видео, если хотите какие-то темы возможно разобрать, снять какие-то психологические видео, пожалуйста. И также в инфобоксе под видео моя почта. Присылайте на почту история от анонима, чтобы я также в видеоформате ответила на ваше письмо. И если вы хотите индивидуальную частную консультацию в скайпе, пишите консультацию, я вам пришлю условия. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok